Офтальмологом я стала, потому что так хотела моя бабушка. В детстве всегда играли с ней врача и пациента. И всегда она мечтала, у нее были проблемы со зрением, и она хотела, чтобы я ее вылечила. Ирина рассказывает, в детстве воспринимала слова бабушки как шутку. А когда настал час выбирать профессию, всерьез задумалась о том, что хочет помогать людям. Теперь девушка может быть полезной и близким, и десяткам других видновчан, которые ежедневно приходят в ее кабинет, чтобы четче смотреть на мир. Кстати, самая распространенная проблема, с которой пациенты обращаются к офтальмологу – возрастные изменения, в особенности катаракта. Катаракта – это помутнение хрусталика. Чаще оно возникает с возрастом, но бывают другие проблемы. То есть после травмы или если есть сопутствующие какие-то заболевания глаз. Если во взрослую поликлинику обращаются с диагнозами, которых практически невозможно избежать, то в детскую приходят, как правило, с проблемами, вызванными неправильной гигиеной зрения. Ирина рассказывает, в юном возрасте проще всего заработать минус или плюс, проводя время перед экранами и за учебниками. Вредно для зрения читать лёжа. Детям поменьше гаджетов, поменьше просмотров телевизоров. К потенциальным врагам хорошего зрения относятся также телефоны и компьютеры. Чтобы избежать проблем, следует помнить и соблюдать ряд правил. Не смотреть на яркие экраны в темноте, держать гаджет на расстоянии не менее 40 сантиметров от глаз и выполнять гимнастику. При работе, например, за компьютером есть такое правило, 20 минут смотрим на экран и 20 секунд смотрим на предмет на расстоянии 7 метров. Вот, ну, 20 минут получается. То есть правило 20. Ирина делится эти простые правила, соблюдает сама и будет прививать своим детям. Кстати, девушка мечтает, что её ребёнок возьмёт пример с мамы и тоже станет офтальмологом. Врач – это очень благородная профессия, и мы помогаем людям. И я надеюсь, что у моих детей тоже будет желание помогать окружающим людям.